Друзья, всем привет! Меня зовут Ира Дубина, я стилиста, автор телеграм-канала Мегастиль, основательница винтажного проекта Tekken & Tekken Vintage. Также у меня есть своя имейл-рассылка и этот YouTube-канал. И это влог, который я успела снять до своего отъезда из Парижа в Москву. Влог получился такой предновогодний, предрождественский. В общем, enjoy! У нас в подъезде появились вот такие прелестные новогодние украшения. Новогодний декор, все в огнях, мы елки. Очень красиво. Наконец-то дошла до концепт-стора KIT. Как-то-другое. Наконец-то, потому что он находится в 16-м округе, и это довольно далековато от обычных междислоцирований. А тут я шла мимо, как раз и решила зайти. Сейчас посмотрим, что там наслышано. Вот так он выглядит внутри. Здесь одежда с этой стороны, здесь кроссовки. Мне очень интересно и бад, и кафе. Сказала, что мне не интересны кроссовки, как мой взгляд зацепился на эти крутые кроссы. Манклер, который этим могут быть коллаборацией, не знаю, но все нет, судя по себе не коллаборацией. Короче, классно. Здесь очень крутая ссорня для парней. Кайгрин, классные курки, штаны. Помимо того, что в Кит, классная подборка, особенно подборка, особенно подборка, что одежда. Там еще и просто супермодная публика, и очень-очень модные и стильные консультанты. Мне кажется, такую концентрацию действительно классно идет в людей. Я видела, разве что в «Добро» и «Нармон» здесь. Так что, если вы хотите вдохновиться, посмотреть на классных деток людей, ну и на вещи тоже. В общем, очень рекомендую. У нас в эфире непостоянная рубрика «Бьюти распаковка». Я на черную пятницу не собиралась ничего особо покупать, но мне начал заканчиваться бьюти-уход, и я решила на Калт Бьюти сделать небольшой заказ, потому что, как раз, наболи скидки. И вот такой я решила взять наборчик от бренда «Сандер Ралли». «Сандер Ралли»? Maybe. Короче, я с этим брендом познакомилась несколько лет назад в Лондоне. Покупала там случайно в «Селфидж» вот такую штуку. Это такой масляный уход ночной. И мне очень понравился он, супер. Потом я покупала еще вот такой, это как основа под крем, что-то типа сыворотки или типа того. Короче, этот набор 165 евро со скидкой. И в целом это очень выгодное приложение, потому что так обычно стоит одна вот эта штука. Вот. Это «Ночной уход» написано, но на самом деле он может быть как ночным, так и дневным. То есть есть какие-то средства, которые ночные. Это вот это масло и, по-моему, вот это, которые перетянула вовая штука. Но другие можно использовать не только ночью. Значит, так выглядит сам набор. Тут у нас, так, как я уже говорила, то есть какие-то средства тут прям большие. Вот это, вот это, они тут полноразмерные, мне кажется. Остальные малыши. Значит, вот это масляный уход. Он такой синий, когда наносят на лицо. Когда наносят на лицо, он синий. Но потом становится прозрачным. Это, как я уже сказала, по-моему, какая-то, да, супер-ультра-концентрированный ретинол. И, по-моему, там писано, что его только вечером можно использовать. Это тритмент. Висит тритмент. Ну, в общем, он как-то отшелушивает, подсвечивает при сиянии. Тоже прикольнее пользовалась. Этим мне пользовалась, по-моему, это какая-то сыворотка. Это умывалка. Это крем для под глаза. Под глаза тоже с ретинолом. И просто какой-то крем, ну, такая малюбка. Бренд супер, мне очень нравится. И в целом, мне кажется, это классный формат, чтобы какие-то средства, чтобы там, например, вот эта, которая мне уже пользовалась, чтобы она была в полном объеме. А с каким-то просто познакомиться потом полным аж, чтобы на версию заказать. Помните, в прошлом году я делала распаковку в полном объеме, чтобы он был в полном объеме. Так вот, когда я его купила, мама тоже поделила очень смеяться за мной. И говорила ему, мол, зачем тебе нужно выходить в Париже? Где ты его будешь носить? Так вот, сегодня в Париже ноль. И я не знаю, что бы я переделала, если бы у меня не было до пуховика. Да, потому что, если честно, у меня достаточно ощутимо. И, наверное, если бы не пуховик, то мне бы хочется надевать пальто и испечить шлоем, чего я очень не люблю. А так, пуховичок накинул, вышел и пошел. У нас на районе уже все начинает готовиться к Новому году. Тут ели стоят. Всякие украшения. Но я должна сказать, что это немножко непривычно, когда ты смотришь сюда, у тебя зеленая стена. Смотришь сюда. У тебя ели. Вчера у нас с фотографом Ксюшей Погенполь была небольшая творческая съемка. И если в момент этого выхода она уже будет готова, я прикреплю куда-нибудь изображение. Готовый съем. Хотела немножко поговорить в целом про творчество и зачем его снимать, и что это вообще такое. В общих чертах творческие съемки это, собственно, такие съемки, где команда собирается для того, чтобы реализовать какую-то свою креативную в той или иной степени идею. И сделать это без оглядки на какой-то формат или клиентские пожелания, или еще какие-то ограничения, которые у тебя могут быть, когда ты снимаешь, например, коммерцию или какие-то журнальные эдитории. Собственно, основная задача таких съемок в том, чтобы каждый член команды мог себя реализовать в полной степени и сделать, в общем, все, что хочется в рамках концепции. И иногда такие съемки бывают достаточно масштабные, продуманные, с какой-то идеей, со сложной реализацией. А иногда они бывают суперпростые, как вот, например, была у нас. Мы снимали просто у Ксюши дома, в квартире, на белом фоне. Основная задача таких творческих съемок заключается в том, что, ну, во-первых, ты как-то регулярно прокачиваешь свою творческую, креативную мышцу, что суперважно, потому что, когда ты, например, потоком снимаешь исключительно коммерческие истории, я это ни разу замечала по себе, у тебя мозг просто в какой-то момент начинает абсолютно лениться, переставать выдавать какие-то сложные сочетания, потому что на коммерческих съемках их зачастую не требуются. И ты просто приходишь к тому, что вот ты делаешь одни и те же сочетания по проверенным схемам. И поэтому, конечно, творческие съемки тебя очень классно выдергивают из этого монотонного процесса и дают тебе такой креативный буст. И вторая причина, по которой творческие съемки нужны, это, собственно, для того, чтобы выполнять свою портфолио, особенно если ты, например, хочешь двигаться в журналы, или работать с селебритием, например, или с какими-то классными фэшн-брендами. И, соответственно, для того, чтобы показать стилистический почерк, или фотографический почерк, если ты фотограф, то тебе нужно, чтобы у тебя в портфолио были, собственно, такого плана съемки, а не только какая-то суперпростая базовая коммерция. И, возможно, кто-то задаст вопросом, где я брала вещь для этой творческой съемки, потому что нужно понимать, что когда ты снимаешь творчество, которое, скорее всего, не будет опубликовано в журналах, или в котором не задействована какая-то селебрити, то, конечно, каким-то крупным брендам невыгодно давать себе вещи, потому что они не получат с этого никакого выхлопа, никакого кредита. И, соответственно, тебе приходится выкручаться самостоятельно. И в Москве это было относительно просто, потому что у меня уже сложилось достаточное количество связей с молодыми дизайнерами, с какими-то магазинами. Здесь в Париже, понятное дело, таких связей пока что нет. И в целом мне было интересно, как устроен процесс взаимодействия, например, даже с молодыми брендами, и насколько они открыты к тому, чтобы давать вещи на подобные творческие проекты. Но в итоге мне удалось договориться с двумя парижскими дизайнерами, молодыми, но очень прикольными. Постараюсь, возможно, даже ставить сюда скриншоты. Еще из тех, кому я писала, там кто-то был не в Париже, у кого-то нет сейчас на руках коллекции и так далее. Но в целом процесс коммуникации прошел гораздо, мне кажется, приятнее, чем я могла ожидать. Ну и плюс какие-то вещи я просто покупала на свои деньги. И, собственно, вот сейчас их возвращала. Нужно понимать, что это не вещи там за арей какого-то масс-маркета, это довольно дорогие дизайнерские брендовые шмотки, обувь и так далее. И, в общем, да, это, конечно, не суперэтичный процесс, скажем так, покупать и потом сдавать. Но что поделать? Выкручимся как можем. Зарисовка утра после съемки. Это я еще вчера прибралась. Собственно, все вот эти коробки нужно будет сдать, вернуть, отправить обратно в магазин. Это тоже вернуть дизайнеру. Вот, как-то так. Просто шла у нас по району и случайно набрела на какую-то сырную лавку, где просто, мне кажется, выкладка как бездень искусства. Такая ситуация с дизайном. Все так декор. Короче, куча сыра внутри. Боже, так выглядит. Сегодня день перед отъездом в Москву. Париж жуткий дождь, поэтому все везде я с зонтом в шарфе. И я иду на Garage Sale или Closet Sale двух своих любимых стилисток. Это Джорджи Акландо Бури и Урсина Джиси. И там будут еще какие-то люди. И в том числе, кстати, будет в том числе будет дизайнер моего любимого бренда украшения Панканези, про который я неоднократно рассказывала. И я, на самом деле, не должна планировать ничего купить. Просто мне очень интересно посмотреть все, что там будут давать, так сказать. И как-то в том все будет проходить, потому что Джорджи Акландо Бури и Урсина регулярно устраивают такие распродажи своего гардероба. Но каждый раз, когда это происходило, я была в Москве. И наблюдая за этим, я думала, блин, как хочется попасть именно на этот сейл, потому что мне очень нравится их работа, очень нравится, как они выглядят и так далее. И тут буквально неделю или полторы недели назад я в очередной раз об этом подумала, увидев сторис как одно из них, что вот, типа, прикольно было бы до отъезда попасть на такое мероприятие. И что вы думаете? Через 15 минут буквально публикуют сторис Джорджи, что они планируют свой сейл, как раз в эти даты пока и не уехал. Ну и, в общем, я, конечно, не могла не воспользоваться возможностью. Так, на сейл я зашла супер удачно. Во-первых, самый главный лов это такие полусапушечки на микрокаблуке бренда Абра, за которыми я гонялась очень давно. И тут они просто прикольно прыгнули на меня с порога. И, несмотря на то, что они на два размера больше моего, я их все равно взяла, но, честно говоря, это даже не супер ощущается, потому что они довольно-таки пухлые внутри, поэтому нормально. Но за 90 евро, как бы, учитывая, что везде они, если попадаются, то минимум за 500. В общем, нельзя было не брать. Еще взяла свитер White Project и футбол-кот Олингер, короче. Прошлась по всеми динам бренда, но в целом это было, конечно, очень любопытное мероприятие, очень много классных вещей. Я уже просто решила не не вдаваться, не ударяться во все тяжкие, а как-то более, отсутственно, подходить к шопингу, поэтому такой у меня был достаточно скромный, но поживиться было чем. Аминь. Аминь.